ПРОТЕСТУЮ! 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 ПОЙМИТЕ, ДЕТЕКТИВ! Я И САМ НЕ ХОТЕЛ В ЭТО ПОВЕРИТЬ! Но такова правда, я заслуживаю наказание! Убийство есть убийство, обстоятельства не существенны! Это же бред! Это какой-то бред! Ник, что ты делаешь? Я? Ну... Просматриваю материалы дела. Готовлю к защите. В каком смысле? Я думал, это очевидно. Я смеюсь доказать, что Маз Эджборд не виновен! ПРОТЕСТУЮ! Приятель, ты о чём? Он же только что сознался! Сознался в том, что... в... в том убийстве. Прямо в зале суда. Прости, Эджборд, но я не верю этим твоим кошмарам. Что? Это всё лишь сон. Это не было. Этого не было. А то, что было на самом деле, здесь, в материалах дела. В любом случае, держитесь. Настоящая схватка только начинается. Я докажу, что ты не виновен. Доверься мне. Р...райт. Как бы Эджборд сейчас не чувствовал... Что бы Эджборд сейчас не делал, но мы докажем, что он не виновен. А как-то окружен суд. Зал сюда. Мы продолжаем заседание по делу Майлза Эджборта. Судья! Майлз Эджборд признал свою вину. Он сознался о преступлении. Сначала мы выслужим его показания. Затем, хоть это и бессмысленно, пусть адвокат его допросит. Срок данности дел дел 6 истекает сегодня. Хоть это и не самое обычное заседание, я хотел бы провести его во всем правилам. Солидарин с вами. Имеет в словах считать какие-то возражения. Нет, ваша честь. Фанкарма, ты добивался этого с самого начала, не так ли? Что ж, начнем. Майлз Эджборд, пожалуйста, за имя тебе свидетеля. Погодите, дайте я быстро изучу, что у нас есть по делу дел 6. У нас есть документы. У нас есть фотография. И у нас есть пуля, изученная из сердца Григория Эджборта. Так что будем на этом строить свою защиту. Свидетель, назовите ваше имя и профессию. Майлз Эджборд, прокурор. Мистер Эджборд, 15 лет назад вы по неосторожности убили своего отца. Верно? Верно. Расскажите о том, что произошло в тот день. Когда Эджборд вчера рассказывал про свой сон, я кое-что заметил. Из общей картины выбивалась одна маленькая деталь, которая поможет нам выглядеть, если все сделать правильно. Пожалуйста, прошу. Так, дайте я для начала сам еще посмотрю, как материалы делали. Побыстренько был. Так, излечено из сердца. Одна пуля, то есть из одной пули был убит Григорий Эджборд. Так, ну-ка. Опа! Из орудия убийства выстрелили дважды. Но пуля была найдена лишь одна. Офигенно. Будем на этом устроить, окей. Прошу, пожалуйста. Ну что, Эджборд, слушай показания. В тот день я был в зале суда, как зритель на судебном процессе отца. Когда мы уже уходили, произошло землетрясение, и мы застряли в лифте. Отец и мистер Йоги потеряли самообладание и начали кричать друг на друга. В этот момент к моим ногам упало что-то тяжелое. Я бросил ту вещь мистера Йоги. Я хотел, чтобы он не прекратили ругаться. Тут же раздался выстрел, а затем крик. Ужасающий крик. Я помню его и по сей день. Это все. Был выстрел. Вот это меня, вот этот самый, смущает. Так что я нашел противоречия. И до сегодняшнего дня вы полагали, что это всего лишь сон? Мы были заперты в том лифте целых пять часов. У нас кончался кислород, и поэтому я не помню, что именно произошло. Бат! То же самое заявил и мистер Йоги. Все ясно. Мистер Райт, пожалуйста, приступайте к перекрасному допросу. Да, Ваша честь. Но я нашел противоречия, поэтому не будем тянуть... Не будем допрашивать его. Тут же раздался выстрел, а затем крик. Протестую! Вы уверены, что слышали всего лишь один выстрел? Да, я в этом не сомневаюсь. Сначала раздался выстрел, а затем крик. После чего я потерял сознание. Очнулся я уже только когда прибыли спасатели. Что ж, все понятно. Боюсь, что понятно еще не все. Взглядите-ка еще раз, но документы поделал DL6. Они же явно противоречивают показанию свидетеля. Протестую! Сколько уже можно обниматься с этой папкой? Я не приму ее в качестве улики, если только вы не скажете на как... Если вы не скажете, какая именно страница нам нужна? Какая страница противоречия показания Малза Эджер? Ну, данная о ЖЭКе. Взгляните-ка на страницу данной о ЖЭКе. На этой странице ясно сказано, из-за орудия убийства выстрелили дважды. А он слышал лишь один. Значит, выстрел произошел быстро до того, как Майлз вырубился. Майлз Эджер слышал всего один выстрел. Однако из этого пистолета стояли дважды. Первый выстрел был сделан случайно, когда мистер Эджер бросил пистолет мистера Йоки. Поэтому с ней какой-то вопрос. Кто сделал второй выстрел? Возможно, второй выстрел совершил некогда иной? Протестую! Ваша честь! Вы и так пока осознаете, что это убийство произошло 15 лет назад. Улики сильно устарели. Да и за этот обстрел стреляли дважды. Однако мы не можем точно сказать, когда именно был сделан второй выстрел. Из него вполне могли выстрелить и за день до убийства. У нас нет доказательств, подтверждающих связь второго выстрела с данным делом. Что? Да, вполне логично. Стоя! Вот же доказательства. Одна пуля найдена была в сердце Григория Эджер, а вторая пуля находится вон. У двери, ну, у лифта, на двери там же пуля. Пулевое отверстие. Пожалуй, вы правы. Что скажете, мистер Рай? Как вы слышали, из-за руки убийства... Из-за руки убийства Рай дважды. Один из выстрелов был сделан из-за того, что подсудимый бросил пистолет. Вы можете доказать, что второй выстрел тоже относится к этому делу? Ну да. Ваша честь, думаю, я готов предоставить доказательства. Что? Что? Быть этого не может. Пожалуйста, мистер фон Карма. Давайте удивляться уже после того, как мы увидим доказательства. Хорошо, мистер Рай? Какая улика вы связываете второй выстрел с делом ДЛ-6? Вот! Взгляните на фотографию. На незапечатанном месте преступления, произошедшего 15 лет назад. Что ж, насколько я понимаю, на полу лежит Григорий Эджвард. Эта фотография доказывает, что в тот день из специалистов выстреляли дважды. Вот мое доказательство. Простите, я верно понял. Эта фотография доказывает, что выстрелов было два. Как? Ваша честь, очень прошу. Ну, будьте вы поднимательней. Надо доказать судье, что в тот день в лифте было два выстрела. Вот! Очевидно, что противоречие здесь. А вот как в двери лифта пулевое отверстие. Ваша честь, причина смерти Григория Эджварда Огнестрельное ранение в сердце. Но на фотографии мы также можем видеть пулевое отверстие в двери лифта. Нам известно, что из специалистов выстреляли дважды. Поэтому, второй выстрел был сделан не мистером Эджвардом, а кем-то другим. Есть, мы хоть что-то начали доказывать войну. Тишина, тишина, залезь сюда. Мистер Райт, к чему вы клоните? Все просто, Ваша честь. В тот день из пистолетов выстреляли дважды. Однако, одна пуля попала Григорию Эджварду в сердце, а другая в дверь лифта. Мой под защитой потерял сознание сразу после первого выстрела. Поэтому, очевидно, что второй выстрел был совершен кем-то другим. Мистер Райт, но кто это был? Настоящий убийца, разумеется. Протестую. Так и знал, что нужно было вмешаться и обуздать ваши безумные фантазии. Мистер Райт, загляните-ка еще раз на документы по делу ДИЛ-6. Внимательно. Среди сводка по делу. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Щас посмотрим. А, сводка по делу. Так. На месте преступления улик не найдено? Что? Ну, два выстрела же было сделано. А что, второй пули нету? Кхе-кхе. Хм, сводка по делу. Это первая страница. И вдруг чего прощите, что там написано? На месте преступления улик не найдено. А? Кхе-кхе-кхе. Если в том лифте из пистолетов действительно стреляли дважды, то на месте преступления была бы обнаружена вторая пуля. Верно. Но вторую пулю так и не нашли. Почему? Потому что никакой второй пули никогда не существовало. Пуля, забравшая жизнь Григория Эдварда, была выпущена его собственным сыном. Это вся истина. А то отверстие в двери было сделано чем-то иным. Кхе-кхе-кхе. Ага, иголка сейчас скажи. Кхе-кхе. Именно пулевое отверстие. Тишина, тишина в зале суда. Мистеру Райт удалось доказать, что в тот день стреляли дважды. Однако, как ожидает мистер Фан Карма, вторую пули так и не нашли. Очень мало вероятна, что полиция ее просто не заметила. Это единственная пуля. Все, чем мы располагаем. Поэтому боюсь я не вправе поддержать предположение стороны защиты. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Мудрая судьи. Труда переоценить. Черт, как все к этому пришло. Я не верю в то, что вторая пуля не существует. Неужели я допустил ошибку? Кхе-кхе-кхе. Неужели я ошибся во всем этом деле? Ник, что ты делаешь? Почему ты не протестуешь? Прости, Майя. Что? Похоже, я ошибся. Ник, если вторая пуля не существует, то все мои домыслы ничего не стоят. А если убийца забрал пулю? Кхе-кхе-кхе. Вообще-то можно так предложить? Нет. Ну ты же обещал, Ник. Ты сказал, что спасешь мистера Эджорта. Прости меня. Как только я увидел фотографии, я решил, что из пистолета стреляли дважды. Я был в этом так уверен. Я думал, что смогу выиграть. Я думал, что из пистолета стреляли как-то другой. Но сейчас я все помню. Я ошибся. Я был глуп. Считаю, что победа достанется мне так легко. Ведь прошло уже 15 лет. А это дело так и никто и не смог раскрыть. Ник. Что ж, полагаем, мы наконец разобрались в сути данного дела. Кхе-кхе-кхе. Но без преступления была найдена лишь одна пуля. Та, которую по ошибке выпустил Майлз Эджорта. Совершенно верно. И это оглашение вердит. Я бы хотел уже спросить у подсудимого. Внимательно ли вы следили за ходом соседания? Да, Ваша честь. Менится ли у вас какие-либо возражения? Нет. Возражений нет. Итак, это вы убили своего отца. Хоть это ей произошло по неосторожности. Кхе-кхе-кхе. Да. Нет. Он признался. Кхе-кхе. Что ж. Сегодня стекает срок данности дела об убийстве Григора Эджорта. И посему я должен огласить переговор прямо здесь. И прямо сейчас. Именно так. У кого-нибудь есть возражения? Я уже был в такой же ситуации. В свой первый день. Я будто бы снова впервые оказался за этим столом. Я знаю, что ты должен сказать что-то. Я сейчас должен сказать что-то, типа, выразить протест. Но в голове пусто. От слова застрелив в горле. Мистер Райт. Меня возражает. Протестую! Ваша честь. Я... Я протестую. А ты мне тут не это. Мистер Райт. Каковы основания для протеста. Не объясните. Нет. Я не знаю. Все его доводы и доказательства безупречны. Нет. Она должна существовать. Нет. Вторая пуля. Ага. Что? Ты что-то сказал? Нет. Вторая пуля должна существовать. Ну, тогда где она? Кто-то ее забрал. Убийца ее забрал. По всей видимости, я стараюсь, так и не созвольт нам ответить. По сути, ваша честь. Я... Вторая пуля. Она... Она существует. Что? Мы только что убедились, что у нас есть преступление. Никто ее не обнаружил. Я... Я... Я понимаю, ваша честь. Мне нет выбора, кроме как хвататься за соломинку. Э... Просто кто-то забрал ее из-за преступления. Поэтому-то ее и не нашли. Но кто? Н... Настоящий убийца. Протестую. Настоящий убийца, говорите? Ну и кто же это? Я... Я пока еще точно не знаю. Почему он и... Значит, преступник забрал вторую пулю. Но как и зачем? Знаете, вот... У меня только одно предположение к этому. Это, наверное, не как карма. Карма убийца. То есть, поймите. Эдж... Григорий Эджвард в тот же день, 15 лет назад, он... Григорий Эджвард впервые сделал так, чтобы фон карму оштрафовали за фабрикацию улик. У него был мотив, кстати. Ага. Во-первых, как бы он ее... Как бы он ее нашел. Страннилку вещь не так-то просто отыскать не старает. Неужели убийце действительно нужно было искать эту пулю? Зачем он не стратит время на то, чтобы искать какую-то там пулю? У меня нет... У меня ноль людей. Что такое, миссарай? Эм... Ба! У убийцы не было причин забирать ту пулю. А еще вы того или нет? Но это правда! Пришлось забрать. Почему пришлось забрать? Ему пришлось забрать пулю. Что это значит? Ты мыслишь прямо линейно. Нужно думать не стандартно. Думай о том, почему пулю забрали. А о том, почему ее пришлось забрать. Ааа, все ясно. Я понял. Я понял. Эджвард выстрелил в карму. Случайно. Когда он бросил пистолет, выстрел... Вот то отверстие в двери лифта, прошла пуля насквозь, а там был фон карма и в него выстрелила. То есть, пуля... Пуля попала в убийцу, ну то есть, фон карму. Но ему пришлось ее забрать, эту пулю. Как это пришлось забрать? Что вы имеете в виду, мистер Райт? Ну, например... Например, что? А что если... Если пуля попала в убийцу? Пуля попала в убийцу? Ну да, как вариант. Но если в человека попала пуля, ему не придется же ее забрать, да? Вряд ли он бы сам себя проперел у того лифта. Понимаете? Постойте-ка. Я просто сказал первое... Я просто сказал первое, чтобы взрывал голову, но вдруг все так и было. Позвольте точить, правильно ли я все понимаю? Вроде бы сказать, что во время убийства сам убийца получил агдестральное ранение и скрылся вместо преступления с неизвлеченной пулей, и поэтому там была обнаружена всего лишь одна пуля. Эээ, ну да, примерно такси было, да. Но это невозможно! Если спаслись двое людей. Мас Эджорта и Яни Йоги. Ни у кого из них не было в нужных никаких ранений. И уже вроде бы сказать, что убийца не был одним из тех, кто находился в том лифте, да. Между двумя мужчинами, запертыми в лифте, завязался конфликт. Пытаясь их остановить, мальчик подобрал с пол пистолет и бросил его. Неожиданно пистолет выстрелил, а пуля... Пуля пробила дверь лифта и попал в настоящий убийцу, находившегося снаружи. О, знаете, тут такой... Кадр какой? Убийцы попала пуля в плечо. У кармы, что ли, пуля в плече? Было ранение. После этого мальчик потерял сознание. А убийца открыл дверь лифта и увидел, кто в нем был. Мистер Райт, из всех моих знакомых юристов, вы самые непредсказуемые. Хотя вы и придумали такую свою теорию в последний момент, я не могу отрезать ее правдоподобность. Протестую. Что вы несете? Отклоните его предположение. Отклоните! Никто из фигуратов дела не был ранен. А значит, никакого настоящего убийцы там не было. Кстати, вот еще подтверждающее. Я только вспомнил про то, почему Карма убийца. Именно он убил Григория Эджварда. Гроссберг сказал, что после этого дела, после его убийства Григория Эджварда, но после убийства Григория Эджварда, Фон Карма взял отпуск. Единственный за свою 40-летнюю карьеру. Единственный отпуск. А вот так он решил, ну, рану обработать. Ну понятно, то есть пулю достать там и все это, ну вы поняли. А значит, какого настоящего убийцы там не было? Никто из фигуратов дела не был ранен? Он прав, никто. Слушай, Ник, что такое? Мне сейчас пришло кое-что крайне безумное. Безумное? Помнишь, что нам вчера сказал мистер Гроссберг? Да, вот именно про это я и говорю сейчас. Григорий Эджвард всегда запятнал его идеальную серию судебных побед. Ничего себе. Фон Карма, как вы понимаете, был в восторге, произошедшей потасово до глубины души. Он тогда даже ушел в отпуск на несколько месяцев. Такое для него было весьма нехарактерно. Это был первый и последний отпуск за долгие годы его карьеры. Кхм-кхм-кхм. Что если Фон Карма ушел в отпуск не из-за того случая в суде? А по состоянию здоровья. Из-за ранения. А это значит? Это может сражать лишь одно. Он и есть настоящий убийца. Это он засорил Григория Эджвардом. Это был Фон Карма. Ничего себе. Что-то не так, мистер Райт. Он как будто не с нами. Эээ, все в порядке, ваша честь. Хорошо. Итак, мистер Райт. Вы заявили, что убийца мог находиться и снаружи лифта. Скажите, есть у вас на примете какой-то конкретно подозреваемый? Ох, что прямо сейчас ему сказать? Ага. Будем еще терпеть. Ваша честь. У нас есть подозреваемый. Один единственный подозреваемый. Что ж, крайне интересное заявление. Хорошо, мистер Райт. Кто же ваш подозреваемый? Фу-фа. Че? У меня аж руки трясутся. Фу-фа. Фон Карма. Фон Карма? Вы имеете ввиду мантру на Фон Карму? Прокурора? Ба. Вы не собираетесь протестовать? Фу. Не вижу необходимости. Больно много чести поднимает протест против столь бредового заявления. Однако сразу же после убийства вы ушли в долгий отпуск. И при этом гордились своей безупречной серией побед. Так зачем же вам было терять время в отпуске безо всякого-то на того повода? Значит, вы хотите сказать, что я ушел в отпуск, а чтобы отправиться от пулевого ранения? Призанимательнейшая теория. Докажите! Мне бы понадобилась операция, разве нет? И в какой же больнице я лег под нож, мистер Райт. А точечка, хирурга, который меня оперировал. Пусть он так даст показания. Эээ... Ник, давай тыщем его доктора. Бесполезно. Эээ, Эджвард? Я хорошо знаю Фон Карму. Возможно, даже слишком хорошо. Он безупречен. Он бы не оставил улик. И к хирургу вам пообращаться не стал. Это значит только одно. Пуля все еще у него. Мы должны доказать, что пуля у него есть. А мы его сможем там доказать? Сможем. Сможем. Не буду говорить как, но я думаю, вы сами можете догадаться. Потому что это создало бы лишнего свидетеля. Эээ... Невозможно быть настолько безупречным. Ник, а что это значит? Неужели Фон Карма сам вытащил пулю? Это невозможно. Это же безумие. Нет, он бы не смог. Нельзя просто так взять и извлечь из себя пулю. Стоп! Ну тогда это значит... Не могла же пуля взять и испариться. Но где же она тогда может быть? Ну что ж, мистер Райт. Вы можете доказать, что в меня среались пистолета? Конечно. Хорошо, Фон Карма. Я докажу. И даже покажу вам улику. Вы ведь их так любите. Что? Улика, которая докажет, что Фон Карма среались пистолета, это... Как бы вам это сказать? Это металлоискатель. Вот! Фон Карма безупречен. А после операции остались бы опасные для него улики. В таком случае, как вы думаете, где сейчас находится пуля? Сомнение, что Фон Карма смог бы сам себя прооперировать. Вы же не хотите сказать, что... Именно. Это я и хочу сказать. Скорее всего, пуля все еще находится в теле Фон Кармы. Все. Он все. Он не бежит никуда. Неужели такое возможно? После стольких лет? Что ж, есть лишь один способ это выяснить. Мы воспользуемся металлоискателем. Что скажете, Фон Карма? Я просто его к вам поднесу, и мы все узнаем. Протестую. О! О! Нервничает впервые, нервничает. И при этом захватается взглядать за плечо. Я... Я отказываюсь. Отказываетесь? Ну, если вы отказываетесь, значит... Вы признаетесь, что пуля все еще находится в вашем теле? Кхм-кхм. Тишина! 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 Зали сюда! Ваша честь! Строго защиты просят разрешение, используя этот металлоискатель. Протестую. Судья! Я требовольствую заседания! Это тоже не в частную жизнь! Протестую! Строг данного сидела для Л6 здесь истекает сегодня. Не вы или сказали, что надо покончить с этим здесь и сейчас? Довольно! Я разрешаю воспользоваться металлоискателем! Мистер Фон Карма, я требую, чтобы вы прошли проверку! Ник, ты уверен? Я не знаю, нам попытаться стоит. Кхм-кхм. Ща как запищит и ща как мы его... Мы его щас обвиним... ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ И я боялся, что рано или поздно всё к этому придёт. И посему молчал. Всё верно, в моём плече находится пуля. Однако она не имеет никакого отношения к этому делу. Что? Я был ранен в плечо задолго до дела ДЛ-6. И поэтому пуля в моём плече не имеет никакого отношения к этому убийству. Но погодите, мистер Фулкарма. Вы же можете доказать? Доказать? Ты мне тут не это. Я не обязан что-либо доказывать. Бремя доказательства лежит на вас, мистер Райт. И только на вас. Мистер Райт, можешь ли вы это доказать? Доказать, что мистер Фулкарма ранен во время событий дел ДЛ-6? Конечно не можем. У него нет улик по делу ДЛ-6. Потому что ты вчера украл их из архива. Но он кое-что... Но мы кое-что забрали. Ты мне тут не это. А без улик вам ничего. Вам ни в чём меня не обвинять. Мне очень жаль, мистер Райт. Нет, это мне жаль, мистер Фулкарма. Что? Вы были так близки. Ещё бы один день, и вы были бы абсолютно свободны. Дело в том, что я могу это доказать. Что? Кто бы мог подумать, что копая яму Эджворду, вы сами в неё угодите. Я могу доказать, что пуля в вашем ключе связана с делом ДЛ-6. И вот мое последнее доказательство. Вот! Пуля сделал ДЛ-6. Это? Ещё одна пуля? Откуда она у тебя? Эта пуля из дела ДЛ-6. Её извлекли из сердца убитого Григория Эджворда. А отлично сохранилось, кстати, во всяком случае, баллистические метки на месте. И мы их сравним. Баллистические метки? Уверен, все помнят, что это такое. Мы столкнулись с этим понятием два дня назад, во время первого заседания. Баллистические метки можно назвать отпечатками пальцев и гристального оружия. Ствол оружия оставляют на пули отметины. И, сочив эти баллистические отпечатки, можно установить, из какого оружия выпустили пулю. Результат всегда точен. Да, и судья же это нам сказал. Кхм-кхм. Сейчас у нас есть две пули. Одно извлекли из сердца Григория Эджворда. Другая же, мистер фон Карма, находится у вас в плече. Мы можем изучить баллистические метки на обеих пулях. И если они совпадут, мы убедимся, что обе пули были выпущены из одного и того же пистолета. Иными словами, из того пистолета, с помощью которого стрелили Григория Эджворда. Мистер фон Карма, пуля будет извлечена из вашего плеча. Хотите вы того или нет. Затем мы сравним метки на ней с метками на этой пули. И раскроем это дело раз и навсегда. Что вы не отскажете, мистер фон Карма? Этот крик. Я его уже слышал. Постойте, я вспомнил. Помогите, я задыхаюсь. Тихо. Я сказал тихо. Своими криками вы никому не поможете. Хватит дышать мою воздуху. Я больше нет тебе, вы не отдам. Хватит дышать мою воздуху. Не трогай. Не трогай его отца. Именно этот крик я и слышал в лифте. Пятнадцать лет назад. Фон Карма, это были вы. Все, не отвертится. Все, решайте доказательства у нас. Мистер фон Карма. Эджворд, Эджворд. Лишь ты посмел бросить мне вызов? Значит, значит, это были вы. Ты и твой отец. Мое проклятие. Твой отец подбозорил меня и запятал в мистер и побед. А ты, я навечно оставил на моем плече этот уродливый шрам. Я тебя закопаю. Своими руками закопаю. Смерть, смерть. Нафига его бомбит? Пятнадцать лет назад. Господин Галлопрокурор, мне очень жаль. Фон Карма, совершить ошибку подобного рода, это совсем на вас не похоже. Никогда я бы не подумал, что именно Эджворд смеет вас увеличить. Я. Я был слишком небрежен. К сожалению, мне придется вас оштрафовать. Я не раз покрывал, но это уже слишком. Эджворд. Я испытал такой шок, какого не знал никогда. Чтобы меня оштрафовали. Прошло несколько часов, и мне наконец удалось осознать произошедшее. Но вдруг все накрыло темнота. Я стал в судебном архиве. Должно быть, забрел туда, сам не понимая, куда иду. Вся комната погрузилась по тьму. В здании пропал свет. Я вышел в коридор и на ощупь добрался до лифта. Я нажал на кнопку, но ничего не произошло. Затем раздался выстрел. Меня пронзила боль. Ужасная обжигающая боль в промплече. В этот момент свет загорелся. Лифт открылся. Внутри я увидел троих людей. Они лежали без чувств из-за кислородного голодания. К большому моему удивлению, я заметил на полу пистолет. Я знал, это была судьба. В последние минуты своей жизни Григорий Эшвард находился без сознания. Он умер, так и не узнав, кто его убил. И в итоге, когда его дух был призван медиумом, он обвинил во всем. Я не йоги. Ему даже в голову не пришло, что его мог убить я. Безупречное преступление. Кто бы мог себе представить, что кто-то открой двери лифта раньше спасателей? Судья! Вы что? Ну и чё вы ждёте? За работу! Прекратить толбоку клумнаду. Прекратить! Немедленно! Да, пожалуй. Ну всё, карма, отправляйся в тюрьму. Итак, похоже, что это запутанное дело, наконец-то подошло к концу. Спустя 15 лет. Мистер Майлз Эджвард. Да, Ваша честь. Вы были невиновны, что 15 лет назад, что сейчас. Как вы и думали, это был всего лишь кошмар. Да, Ваша честь. Ура! Режение по делу мистера Майлз Эджвард принято. Судо объявляют, что подсудимый... Не... Феномен! У-ху! Второй раз победили! Две победы! Ну это всё. Судённое заседание обливается закрытым. Ура! Конец игры! Ну если не считать пятое дело, которое я проходить не буду. Окружной суд, 200 юль подсудимых номер 2. Ник! Ник! Мы справились! Ты видел его лицо. Он побледнел пуще прежнего. Строить из себя всё такого невозмутимого, но он сломлен. Ник! Сломлен навсегда! Должна признать тебя впечатлена! Хе-хе! Ну ещё чуть-чуть и прозвать было бы нечего. Я был уверен, что он... Что он Тосы Макурмевс не оставит. Да уж, я вообще всё время была на грани истерики. Наконец-то всё это в прошлом. Что ж, вот и всё, Эджвард. Райт. Да? Я... Я не знаю, что сказать. О, а я знаю! Попробуйте сказать спасибо! Хорошо. Спасибо, Райт. Всегда пожалуйста. Эх, могли бы и побольше души вложить. О, прошу прощения. Я в этом не очень силён. Да, мистер Эджвард, вам ещё учиться и учиться. Хе-хе. И-ка! Молодчина, приятель! Я знал, что ты справишься. Я никогда этого не забуду. За мной должок, приятель. Предлагаю праздновать. За мой счёт. Ага, тебя много раз уже без зарплаты могут оставлять. Хоть мне и зарплату и урезаю. Ну да чёрт с ним! Видите, мистер Эджвард, вам есть чем поучиться у детектива Шанг... У детектива Шунгама. Вот так и нужно благодарить людей. Я понял. Эх-хе-хе. Эх-хе. Я... Я чувствую себя глупцом. Не переживайте, потихоньку, помаленьку, да получится. Вы привыкнете. Я уж 15 лет не видел его таким открытым. Какие люди! Дебри! Дебри? Ну даёте, задали жару. Спасибо. Эй, Эджвард, поздравляю. Эм... Спасибо вам. Не, ну я-то, конечно, и так знал, что ты невиновен. Глянь на себя, да ты бы и пирожка с пустой кухней не смог стыкать. Увы... Это же выдавали показания в первый день. Эээ, ой, да когда оно было? Кстати говоря, чем ты теперь займёшься, Дебри? Я-то? А, да продолжу учиться. Ну и... Ё-эту, фото-журналистку. Фото-журналистку? Серьёзно? Это, конечно, жаль. Ээ! Ээ... А что тут забыл продавец хот-догов из парка? Кто? Всё, кончено, Ник? Мне конец, конец! Что ты такое говоришь, Ларри? Что ты строишь на этот раз? О, Ник, недолго мне осталось на этом бревном свете. Эээм, что-то ты мало смахиваешь на смертельно больного. Это всё киянцы. Она переехала в Париж. В Париж, Ник! Она меня бросила. Впрочем, ничего нового. Эх, Ларри-Ларри. Йоу, Эджи, вот ты где. Эээ, да, вот я где. Поздравляю тебя, Эджи. Держи, это мой подарочек при таком случае. Подарок? На тебя это совсем не похоже. Гарри-Бас! И ты тоже приходи, приятель! Будем праздновать! Чего? А, ну это самое спасибо. Кстати, я уже там. Ник, слышь, Ник! Меня же этот чувак допрашивал. Куда это он меня пригласил? Ушли на тюремную или пищу отведали, а? Эээ, не переживай, Ларри. Рай. Да, что такое? Ларри подарил мне конверт. С деньгами. Ну это ж здорово, тут нет ничего странного. Люди иногда дарят у другу деньги. Здесь 38 долларов, Рай. Странная сумма. Немного, конечно, и немало. Ровно 38 долларов? Ник! Нету ли сумму украли у мистера Эджи, когда он еще учился в школе? О! Это был Ларри все-таки. Хе-хе, нормально. 38 долларов? Нет! Не может быть! Ларри, это был ты? Чему ты так удивлен, Рай? А? Ларри в тот день решил прогулять уроки, верно? Однако это не означает, что он автоматически выбывает из списка подозреваемых. Что? Давай мы смыслно вернемся на 15 лет назад. Ларри прогулял уроки, но ему наскучилось сидеть дома, и он все равно пришел в школу. Затем он увидел тот конверт, а остальную историю мы знаем. Да уж, по истории у меня всегда была двойка. Эджи, ты все знал, да? Догадывался. Просто не мог представить, что Ларри так яростно будет тебя тогда защищать. Все вокруг говорили, что это был ты. Весь класс был против тебя, помнишь? Помню, до сих пор. Райт, может ты не знал, но у нас в школе ходила поговорка. Если парни гиби дой, значит бац ему вина. Знаю, знаю. Ну правда, Райт, я удивлен, что ты только сейчас все понял. Ага, вот это поворотище так поворотище. Эджи, Эджи, арт. Почему ты раньше мне не сказал? Ладно тебе, Ник, это было 15 лет назад. Сорданность отводила до мной и стек, верно, мистер Эджи? Пожалуй, соглашусь. Ну вот и все. Ну а мне-то теперь что делать? Я ведь из-за вас двоих и стал адвокатом. И кто я теперь после этого? Ну я бы сказал, что ты весь из себя такой хороший и правильный, аж скулу сводит. Ага, а еще тебя легко рассердить. Смерть! Смерть и приговор обоим! Блин, да если бы я все это знал, то стал бы прокурором! А для меня все могло бы сложиться наоборот. Все это время я думал, что это я убил от своего отца. Я считал себя преступником. Отчасти я стал прокурором, чтобы наказать и себя. Если бы я знал правду, то скорее всего все-таки стал бы адвокатом. Эджи, что, Райт, хочешь поменяться? Хе-хе-хе. Так, а что такое? Пусть Эджи просто становится адвокатом. Что такого бы там? Он нормально, я думаю, с этим справится. Эй, народ, ну-ка все шустро в кучку. Хочу вас щелкнуть. Ура, фотка на память. Идем, Ник. А после этого пойдем отпраздновать. Ура, фотку делаем. На финальную превьюшку. Тем вечером детектив Гамшу устроил пир на весь мир. Мы отпраздновали долгожданное освобождение Эджи. Хоть он все еще находился в изоляторе. У нас идет до 9 декабря. 5.02, юридическая фирма Райт и Партнеры. Хе-хе-хе. Так, что такое? Ух, похоже, я слегка перебрал. Голова раскалывается. Что? Все, 5 утра? Пожалуй, лучше еще послушать. Хм? Что это? Письмо? Доброе утро, Ник. Вчера ты был просто невероятен. Смотря на тебя, я задумалась о том, что я вообще тут делаю. Я медиум, начинающий, конечно. Но я тоже хотел помочь мистеру Эджи. Хотел помочь тебе. И не смогла. Я была бесполезна. Так что я решила уехать обратно обучаться. Для начала было бы неплохо стать полноценным медиумом. Да ты чего? Ты реально уезжаешь? Ну, не хочу, конечно, расстраивать. Но она появляется и в Justice for All и Trials and Tribulations. И даже в Spirit of Justice. Ну, кто не понял, это я имел в 2-я, 3-я и 6-я часть. Так что, ну, я не знаю почему. Но я, конечно, понимаю, что она сейчас уезжает. Я не могла сказать тебе это в лицо, поэтому написала письмо. Прощай, Ник. Нет. Прощай? Скоро сейчас времени. Ах, ты ж. Первый поезд скоро отходит от станции. Надо бежать. Кажется, я опоздал. О, Ник. Майя. Значит, ты уезжаешь? Угу. Трудно быть медиумом, не умея толком призывать духа. Да и... Думаю, ты и без меня справишься. Удачи тебе, Ник. Стоп! Постой! Что? Я бы не смог спасти Эжеварда без твоей помощи. Что? На последнем заседании. Я слышал ее. Я слышал голос Мии. Ты слышал мою сестру? Да, только ее голос. Но все же, это было под самым конец. Конечно, мне показалось, что надежды уже нет. Ну, сестренка у Мица. Да ты тебе Гамшу тоже помог? А еще мистер Гроссберг. Да даже Ларри. И только я не смогла помочь. От меня никакого толку, Ник. Да ты че? Ты дала пулю. Но это именно ты остановила фон Карму, Майя. О чем ты? Я ничего не сделаю. Я просто мешалась у тебя под ногами. Прости, но одна из улик с тобой не согласна. Одна из улик? Надо показать Майю эту улику, чтобы подбодрить ее. Вот! Пуля? Фон Карма был уверен, что украл все улики, связанные с делом Дилу Честь. Но тебе удалось спасти последнюю улику, которая нас выручила. Именно эта пуля помогла нам победить фон Карму. И именно ты дала ее мне. Ник. Спасибо, Майя. Без тебя я бы не справился. Я скоро вернусь. А? Вернусь, как только закончишь свое обучение. Хорошо. Я буду тебя ждать. Конечно будешь. Как же ты без меня сможешь присматривать за офисом? Ты же пропадешь. Ну, вот тут-то я бы поспорил. Ммм, поезд уходит. Ну давай, пока. Мы обязательно... Мы обязательно встретимся, Майя. Пока, Майя. Увидимся в следующем прохождении. Спасибо, Ник. Все, она уехала к себе. Вот так и закончилась эта история. Пора перевнуть страницу. И попрощаться с тем адвокатом-новичком, каким я когда-то был. Время для новой истории. Все с тем же безумным актерским составом. Ха! Думаешь, ты уже сказал это дело? Даже не надейся, дилетант. Мистер Райт, быть может, обдумаете все еще раз? Эээ, хорошо, ваша честь. Ой-ой, у меня плохое предчувствие. Протестую! Ну что же, на этом игра у нас заканчивается. Игра просто шикарная, все дела великолепные. Но только заис... Эээ, приятель, тут недавно мистер Реджер захотел. Поздравил меня с Новым Годом. Такой приятный сюрприз. Тихо! Это Тифгамшу! Поздравил, опустил голову и молча вышел. Как будто ему вдруг стало стыдно, странно, да? Ну, в общем, все дела получились великолепны, даже первая часть. Но только немножко мне спутил... Ну, меня немножечко, естественно, меня напрягло. У меня третье дело. Ну, ничего страшного. Кто? Никто? А, фиг знает, давно с ним не виделись. Чем занимаюсь? Работаю в сорной лавке. Мисси моя просто милашка. Правда, свидание с ней в довольствие-то вообще. Кто где? А, да я на ноговая уже умотал, ага. Ничему не учится. В общем, я не буду ставить оценку, подскажу, что это так офигенная игра. И ждите, если что, прохождение Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Или же Phoenix Wright, первоклассный адвокат. Просудили все. Кто? Кто? Райт? Да, да, припоминаю. Я слышал, что в последнее время он очень занят. Зайд, не хочу хвастаться. Но ведь это я, в каком плане, его всему научил. Уверен, что он очень мне за это благодарен. Ну да, я тебе благодарен, Уинстон Пэйн. За то, что ты стал первым обучающим прокурором, который обучил Феникса. Ура. Победа, ура. Phoenix Wright? А, это тот адвокат, для которого я написал письменные показания. Помню, помню. Нужно вам сообщить, что недавно меня назначили управляющим отеля Gatewater. Если будете в наших краях, милости просим. Ладно, ну не знаю. Давайте я, о чем, уже перейду на финал. И вот она фотка. Победа. Всем удачи, пока-пока. Увидимся на следующем прохождении Игорь Феникс, Райт и Сатурни, Justice for All. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok